все сделано отлично так софродов добрый вечер антон валерьевич добавьте вот кстати напоминаю каталог семян со скидками никогда сюда не нажимал но вам советую заканчивается сезон так теперь добавьте сюда еще черенки пока это самое если тут их нет про черенки информацию про 20 процентов и ту свежую информацию про бонусы так всем здравствует курган так астроману куда без братства так наталья всем здоровья ижевск ижевский проводил вебинар такая была плохая реклама был чек 100 а в зал вмещалось 500 обидно было а потом уехала вам и не знали так виноградов ах алексей это буря вам я теперь знаю что я вообще признанный авторитет среди мошенников первое место держу где моя фотография хоть бы скинулись эти мошенники что ли вот за то что мы фотографии использовали так привет казахстан и сразу вологда вологда белозерск казахстан заложено на сертификацию кошки слива от вас 11 января в погреб то есть в это вы проводили температура плюс 2 ни одна не проклюнулась при плюс 2 и не дождетесь можете достать тепло и посадить горшочки ошибка до дачи еще снегу 57 сантиметров не пропустит ли косточки погреб начала пробуждения для вас начало пробуждения это вот какая когда это знаете они каким-то образом узнают вот лежат погребе да на улице ранняя весна не рано просыпаются это мои наблюдения поздняя весна лежат и не думают просыпаться представляете здорово а вот я считаю что доставать все эти горшочки их не надо это лишнее для них стресс это потом пересадка обратно а потом возможная гибель вот теперь так на дачу снегу 57 сантиметров в общем ждем ждите пока не господи в казахстане и до сих пор снег лежит на что это такое да еще полметра так промежуточный вариант смотри следите сделайте температуры 35 как значит лопаться так вот я рассаживайте по горшкам чтобы вас было две корзины с яйцами вот потому что ненормально когда снегу столько они правда могут пропустить время пробуждения или тут две крайности не взойдут сделаешь теплее не просто взойдут а еще и начнут рано сильно развиваться а потом посадишь как-то на том примере помните они еще и умерли еще раз говорю проблему в том что мы над ними издеваемся и садим там где они сразу не росли так и иркутский плюс 17 да у нас сегодня было плюс 9 иркутск вообще для меня рай я не знаю как так они отстали от нас это кто-то говорил я не проверял имело отношение не к садоводству а там какой-то город или поселок в этом за байкале он оказывается на широте сочи вот даже как так что юг сибири место не худшее так значит винограду за меня ответил до 2 градуса около нуля до сам оптимальная температура могут выше месяц лежать так сожидать сенец у меня этом году цветет на третий год после посадки а я что говорил а я что говорил так тут-то по сказке рассказывают про 8-10 лет они ошибаются в чем это может быть на юге посадишь кончик и жди 8-10 лет а на севере стресс такой знаете вот пусть это немножко да это я считаю по делу вот приходит письмо да и фотографии один сенец а ему всего год а он вот такой ровненький стульчик и все и тут же рядом с ним вырос другой сенец а вот сразу вот так ветками покрыт и справиться в чем разница а я им обещаю чем разница один развивается нормально как ему положено автора дал боковой ветке год за два потому что хочет скорее начать плодоносить значит ему не комфортно то есть если сходу начал давать боковой ветке ему не комфортно он хочет быстрее заплодоносить а вам этот хорош потому что тот я еще раз говорю деревья должно быть детство а детство означает что оно должно заплодоносить ну пусть и на 8-10 но хотя бы 5-6 год торопить не надо никаких переводов веток никаких специальных обрезок а там уже какой климат вот все те же мои же кости они гибридные какого-то манджурца коллегский опылила он с юга франции а какого-то допустим опылил этот самый амур а он с этого самого с приморья да еще морозостойки вот он будет скромнее но он не будет спешить плодоносит а вам и тот пригодится и тот а вопрос еще почему а как же я теперь привил когда он вот так растет ну что теперь делать заказывайте больше вас были еще и на прививку вот а так чтобы идеально было все ровненькие все это самое со штамбиком на прививку а не дождетесь так надо ли увлажнять песок конце стратификации косточек сажать пока рановато значит это зависит от по награду ответил правильно если сухой потому на это на последнем этапе если сухо он пропустит он не не погибнет не еще вот будет у вас лежать вот поэтому нас в последнем этапе влажность нужно потому что иначе или он влага это разбудит его и он разорвет буквально как гранаток лимонка он разорвет оболочку которая мы разбиваем молотком до такая крепкая и вот его не разрывает у меня страшная сила а если песо не хватит лаги то он иет ой не тоскало сказал он просто будет суховатый и просыпаться не соберется я оговорился после 40 этих уколов могу не такое ляпнуть так у меня прошлом году зацвели два абрикоса но к сожалению после цветения 1 дерево тоже засохла у вас это где интересно после цветения засохла но я еще раз не не вне ли я дерево не не могу я пощупать лизнуть и не могу я покорябать кору вот далековато я нахожусь да где бы ниже на юге на севере все раз говорю становитесь на колени и смотрите на 90 процентов это моя статистика лично это сухом это последний год не в счет сухом климате все-таки большую часть абрикосов сайногорцы в нашем абрикосовом раю уничтожили посадкой в лунке и с закапыванием корневой шейки это хорошо видно вот он раз уже за уже засвел дожили ура и он мертвый сколько я таких видел гниение основания штамма корневой шейка и чуть выше вот это вот место вот это вот все гниет еще знаете это вот я память-то в Саногорске или еще а в Абакане в Абакане там свежие посадки этих деревьев все замульчировали они же все сгниют они вот только посадили вид ну как не так прошу году посадили а этой весной этих листьев пресвольные круги накидали это прям посреди города но елки-папа но это мода пошла на мульчирование идиотская мода нужно плохо когда это самое нет холма плохо когда яма но есть еще из этого добавляют туда ну то что называется мох добавляют туда этот самый опавшую листву туда могут чего угодно могут этот торф что угодно чтобы гнило основание штампа еще вот это получается и это посреди города я смотрю меня глаза режет а никого больше не режет и никого морду набить так что вот зацвела два абрикоса одно дерево засохло попробуйте найти причину берете пилу и становитесь патологоанатом так лариса андреевна галкина я чуть не вздрогнул а то есть еще лариса андреевна который я вспоминал не раз недобрым словом так ну галкина ладно галкина это совсем другое дело челябинск из-за каротина не смогу выехать за город акустский с середины февраля когда разрешат неизвестно как спасти так во первых как я знаете как я когда был в этом учреждении сегодня дайте мне справку потому что мне к вам еще десять раз ехать и мне еще арестовать могут вот мне дали справку что я железо обратился с острой болью мне назначена серия прям так написано вот она у меня я цитирую по памяти но примерно так что это самое железо обратился к нам в это учреждение но все честно действительно правда вот я еще раз говорю я весь усколок вот и мне назначены процедуры стоят даты и там 10 до то есть в эти дни могу ехать куда угодно только в это не догадались что это другое место это кстати у нас есть такой известный адвокат альшанский в москве вот и он часто выступает поэтому мы задали вопрос он как раз и учил а вы справочку а вы это а вы лапшу а вы это понимаете то есть вместо того чтобы сказать что надо по закону приказ президента а он учит людей а иначе получается за что ему деньги платят за интервью за эту за лекцию по радио он по радио и объяснил как обходить законы молодец альшанский не знаю по идее должны уволить но вряд ли у нас все все можно так что насчет карантина ну можно и заработать если если вы не на именно если вы не на самом карантине а просто на самоизоляции можете выехать но я об этом не говорил а то потом скажете меня все таки оштрафовали так что давайте спасайте косточки как хотите так свиньи на архангельской области ну нормально я под пакет на прививку еще на мату и предварительно мочу пищевую пленку под пакет получается более влажная обстановка пробую первый год не сгноить бы очень абрикосы и груши могут изгнить но это дело ваше потом расскажите а вот добрый вечер и константинович можно ли делать прививка на деревьях начали лопать сапочки можно можно знаете я единственное что скажу я делал когда опаздывал а куда деваться работаешь на заводе в мае даже делал да цветет уже все вокруг бывало цвело я делал прививки большая часть приживалась дальше судьбы я не помню помню сам факт я много чего делал так привил забыл а там то ли прижились то или нет но приживались во всяком случае а тут в одной из крупных журналов забыл как он боюсь соврать была статья эти хвастался один из садоводов вы знаете говорит оказывается жесткие строки не для нас садоводов у нас времени мало мы можем позволить себе я говорит и он рассказывать я привал марте в апреле мая июня у него получились цифры ну допустим март ну так я примерно я забыл цифры но тенденция допустим март 80 процентов апрель 90 мая 80 июнь 60 или 70 и он делает вывод вот видите я вот эксперимент провел опоздали не беда привайте хоть в июне тоже добьетесь успеха а мне не нравится совет должно быть жесткие правила есть время когда деревья занимаются сокодвижением сокодвижение это ремонт этих же самых морозобоин обломанных веток ваших изувеченный вами ран вот для чего нужно сокодвижение так это идет ремонт представляете там кипит жизнь вот в это время и лучше все делать почему не позже деревья мигранты я же упоминал канаду а там тепло вот значит эту упоминал францию бельгию вспоминайте украину вот и что получается не хватает им лета а прививка хорошо вот допустим винограда он экспериментирует у него получается сверху пищевая пленка еще это такая пленка вот там хотя бы создается микроклимат и он возможно прививка хотя это коллега она догонит и одновременно начнет развивать листики побеги вместе с остальным деревом непривитой части а а нормально если просто вот взял мая в июне там уже до осени то вспомните сибирь туда до осени то сколько остается 3-4 месяца все а дерево то надо для вызревания 3-4 месяца 6 7 8 9 иммигранты же мы же хотим иметь во а него а него и получается что нам нужно чтобы прививка обогнала само дерево вот я показывал скелетную прививку видели пакетиками обмотан как минимум обгонит не обгонит но по крайней мере там микроклимат там теплее на улице ночью минус а там она как бы сказать ну там условия более комфортные даже если минусовая температура вот сами увидел так так что можно но чем позже тем может добиться успеха но как добиться не совсем хорошо если поздно прививается прививка груш на культуре я вы не вдруг получим на грушера ну мы получим на не на самой грушера а если напоминаю речь идет о том что в груши есть иммунитет во первых рак это давайте все-таки терминах рак это грибное заболевание мы сейчас говорим не о раке рак до идеи появилось какое-то инфекционное заболевание которое уничтожило сотни тысяч яблони за несколько лет наука правда не заметила но я заметил потому что вдоль дороги на всех дачах торчали мощные деревья яблони были сухие посреди лета и счет шел на тысячи 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 страшно было ездить по этим самым по дачным массивом ужас какой-то был естественно что это нечто особое рак просто доедал уже съеденное то что не успели выпили то рак доедал вот мы говорим о том что ну раком можно назвать условно я тоже первый момент называл раком когда же когда фильм с телевидением снимал очень популярный фильм раз там 200 или сколько тысяч просмотров а только это все-таки ну я там все правильно говорил и про прыскивание говорил про дезинфекцию говорил про ну про все но я сейчас о другом всего лишь грушевая веточка берется прививается на яблони спасем яблонь не спасем если яблоня погибнет если груша не передаст иммунитет то погибнет и яблоня и веточка груши привитая ну и что ну что это еще не значит что рядом растущие груши рак тут же или это или это заболевание и уничтожит груши которая в 10 метрах растет так татьяна кошечина нужно что нужно так здоровья благополучия спасибо алексей терять вам нечего так ну-ка что тут дальше здравствуйте у нас на алтай на удивление быстро сошел снег на березок сок не пошел я все-таки не вытерпел 31 марта начал привать яблони на подвой я тоже посаженный в холмы на местах с осени закончил 1 апреля теперь переживание рано ли но если как я делаю под бутылки под пойти если низко под бутылки вот если высоко под пленку это что привел грушу на портность потому что она только вчера открылась от снега все черники выписано осенью успешно перезимали погребы в пакете для вакуумирования кстати привычного сделал сам шлифовал до зеркала дня три-четыре да ну если вы способны три-четыре дня нож шлифовать вы далеко пойдете алексей успеха вам вот а насчет рано накрывайте не рано так оренбург теперь очередь за кошками семечками опять переживаю из-за времени но еще не переживать я тоже переживаю добрый вечер валерий константинович что делать кошками персика где вы взяли сознавать я продавал в этом году положил на стрелька из холодильник 10 декабря поздновато а декабря не января нормально одновременно часы эксперимента в школку в саду результат такой ничего не подтянулось несмотря на то что на улице было два раза отличная погода с температурой присутствует те что лежали в холодильнике втянули влагу и песок стал почти сухой выложить их на солнце в тень предварительно прикопав землю или оставить на следующий год ну еще год чего они валяться будут конечно садите и не выложить на солнце в тень а просто садите нормальный все и ждите просто садите ждите чем вы же обязательно да как-то вот извратиться не всегда что меня удивляет ребята но это ладно выложить солнце в тень я не об этом и о том что большинство из вас маниакально хотят мои же косточки посадить в эти пришла пора везде оттаивает снег появляется возможность на большей части вот вспомните иркутск вот уже появляется возможность просто садить нет я вот посажу горшочки и буду растить горшок многие считают что посадить землю это и практически погубить это спасти сразу землю сразу так четвертый год приваян на алиеву наверно на сливу и терна слива абрикосы покажут отрадут ну вот пожалуйста ну так это же алексей вот еще бы у него не это не было так на отводки абрикос натерм я займусь кстати вот это выборкой касается все полученные черники только натерм прививаю в лучшем случае на сливы больше это и не на что я не против того чтоб еще на абрикос мы попробовали на абрикос тут метод тыка это надо сотню косточек надо два-три года ждать пока часть из них сгниет а остальные на удивление не сгниют и тогда с ними работать и как они собственными как подвоенными так карим информация для всех у меня растет клоновидная яблони лет пять-шесть выросла один три метра немного распушилась воды три плодоносит яблоки неплохие на практике мало и никогда не будет много так как раз малый веток нет по агротехнике лежат в постоянных полевых так корни верхних поясов не хватает так вот тут то есть вот тот кто нам пообещал что мы завалим страну яблоко ух они же вот такой штаб метр да и весь яблоко а садить с густотой помидор и на гектаре я забыл там когда ошеломительная цифра и сотен тонн вот эти сказки для того чтобы и все до сих пор миллионов садоводов все уши в лапше все церковь в лапше и деньги из кармана тянут вот я тебе помните я показывал один удачный саженец и тот наворованный с этих как с интернета вот я это говорю я который три мировых рекорда у меня и по урожаев с одного дерева мировой рекорд и по высоте у меня мировой рекорд и по морозоке с мировой рекорд и тем не менее я говорю не связывайтесь с колонавидными вот карим прав кстати вот понимаете колонавидная черешня ее нет на свете и ее нету вот нету понимаете вам нарисовали продали теперь что-то у вас растет 5-6 лет растет до 2 метра за 5-6 лет у меня черешня вырастает такая что все весь урожай достается этим как их называется весь урожай достается птицам а здесь до 2 5-6 лет растет 2 метров есть какие-то предпосылки колонавидности до между узелем близко но нет причин чтобы маленькое дерево с маленькой площади листья в маленькой площади подчеркиваю чтобы она вдруг давала большой один урожай это случайность которых делают рекламные фотографии на 15 лет это обещано никогда не одно дерево то есть можете назвать хоть за колонавидной хоть супер колонавидной так черешин колонавидных не бывает правильно если отрезать светку то бывает правильно куда без юмора молодец как отрезал вот это ответ что можно привить на сливу китайскую сливы прежде всего самый роскошный у меня на китайской сливы даже венгерки хорошо плодоносят вот у нее с главное качество это морозостойкость невероятная вот я ее свои сливы я обнаружил еще не где-то там в китае а в горах айдая представляете там каждый год за 40 горы там ужас что-то у нас как внизу мы еще цвет светит а там еще снег лежит там где дальше массива да вот к самоверху еще сады а там еще снег а внизу цветет вот я когда-то к своему другу это самого Адольфу Александровичу Бертяевскому ездили на Эдай за черенками то есть на это в горный массив майны вот я уже сам засадил а мы как машина бросили пошли в ботиночках уже снега по коленам а там у него брехосы росли так и тут и вот сливы я выбрал там где они каждый плодоносили после как будто как будто там не за 40 вот так я раздобывал ее так теперь еще раз на сливу китайскую еще можно привить я уже говорил абрикос но это опять работа потому что китайская слива очень крепкая корневая шейка крепчайшая это очень важно вот еще абрикос можно вот и терносливу можно и этот самый я бы чё можно вот эти хотя бы так теперь она сначала была колновидная видимо речь идет о черешне потом разветвилась так что я к ней не прикасалась какая же на колновидная если разветвилась но то что растет медленно очень неплохо как только с ней взяла черенки на привык на другую черешню дала мощные побеги за лето полтора метра ну так это просто черешня полтора метра ветки это просто черешня которую вам выдали за колновидную можете не сомневаться если после привык на черенки не распустились листочки после месяца то привык не удалось еще подождите откуда мы знаем что было зимой весна поменялись местами то тепло то ночью ноль опять же раскрыл все она уже мертвая но тем не менее подождите убрать всегда можно так ну что тут винограду ответил спасибо на поверхность как и сохшее а если сковорнуть то зеленое в общем ждем привал на корневой отводки сливы сейчас думаю можно ли пересадить на постоянное место или на привык как плохо скажется конечно пересадка плохо скажется дать уже не могу ну это вам решать скажешь пересадите погибли не пересадить ва ва это самое ну им же надо же свое место иметь в жизни корневой отводок он может быть ни к селу ни к городу не там живет я села осенью от покупных абрикосов сразу в грунт на следующую сумму зашли в большом количестве теперь буду пробовать пересаживать на постоянное место нормально так оставьте где прививали пересадка плохо скажется на будущее где прививали на корневой отводки сливы там оставляйте выбирайте нужное место тогда пересажу осенью и знаете если пересаживать то пересаживайте сейчас посмотрите на ютубе про прививку на терн вебинар железо не помню номер сделал недавно номера 14 15 сергей пащенко сергей пащенко это один из моих ближайших друзей тот самый который препарирует вот эти вебинары разбивает их по темам намного удобнее и вот он подсказывает что есть тема про прививку на терн номер не помнит но сделал недавно в общем кому надо найдет так вроде бы все да а что такое новое сообщение 4 я не понимаю где они нажать ничего не появилось так значит так 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 вроде бы мы закончили на сегодня я лишь доволен я думал что я это поплыву не нормально вот все нормально кроме больше никто ничего не печатает на сегодня все напоминаю скидки напоминаю как называется господи бонусы слово такое то это значит подарки напоминаю каталог семян вот здесь зеленым квадратиком выделен нажимайте заказывайте вот вроде бы все давайте друзья на сегодня закончим вот следующий вебинар будет юбилейный 75 можно сказать юбилейный тема опять будет вы мне опять все испортили почему потому что вопросы идут а а вот попробуйте одному человеку ответить в течение пятидесяти минут мне бывает полный по я только по телефону в день по три четыре часа рассказывать поэтому я вынужден писать отвечу на вебинаре нахожу одну две три фотографии и отвечаю но я надеюсь что полезно всем вот но отвечаю не молчу все друзья до свидания спокойной ночи я судила сделал теперь дело за вами просьба прислать ссылку и мы мы и Продолжение следует...